АПЛОДИСМЕНТЫ Открыто. Наверное, одно из главных слов. Почему я об этом говорю? Откройте сегодня сайт Харьковского городского совета. Там все запутано. Закрыт бюджет, закрыт город. Я попросил экспертов и специалистов покопаться в вестнике государственных закупок. За 8 месяцев этого года мэрия сделала закупок на сумму 1 млрд 600 млн грн. 1 млрд 600 млн грн за 8 месяцев. Эксперты, которые мне помогают, достаточно уверенно говорят, что коррупционная составляющая от 30 до 50 обывает и больше процентов. Простой счет. 1 млрд 600 млрд 30% это чуть-чуть больше, чем 500 млн грн. Что такое 500 млн грн? Это заработные платы почти для 10 тысяч харьковчан 6 тысяч грн в месяц в течение 8 месяцев. 10 тысяч рабочих мест. Открытость, честность и справедливость это не просто слова. Это еще и деньги. Причем деньги каждого харьковчанина. И деньги для каждого харьковчанина. Вот почему городская власть сегодня так открыто борется с открытостью, честностью и справедливостью. Применив мои принципы к управлению городом, мы сможем кардинально его изменить. Вернуть в город силы, средства и мозги. Оживить малый и средний бизнес в городе. Восстановить утраченную деловую активность. Создать новые рабочие места. Значительно увеличить самозанятость населения. А значит повысить доходы харьковчан. Сделать Харьков привлекательным для иностранных инвесторов. Восстановить наш известный всему миру научный производственный потенциал. Значительно повысить качество медицинского обслуживания. А следовательно увеличить продолжительность жизни горожан. Сделать жизнь семей с детьми в Харькове счастливой. А не войной на выживание за места в детских садах и школах. Оптимизировать расходы на коммунальные услуги. И сделать так, чтобы высокие цены на энергоносители не оборачивались финансовой катастрофой для горожан. Сделать город чище и красивее. Сделать его удобнее не только для большинства обычных харьковчан. Но сделать его по-европейски справедливым для людей с ограниченными физическими возможностями. Первый шаг, который я сделаю, это будет аудит городского бюджета и аудит коммунальных предприятий. Я хочу провести аудит долговых обязательств города. Эта информация тоже закрыта. И мы, конечно же, все обнародуем. В том числе и злоупотребление. Я открою всю информацию о бюджете города. Открытость городского бюджета это сигнал для иностранных инвесторов. Очень важная составляющая. Я обязательно открою все городские подряды и работы для горожан. Ремонт дорог, озеленение, лимон лифтов, крыш, уборка улиц и дворов, сортировка мусора, вывоз мусора. Харьковчане смогут заработать на благоустройстве и на работах в городе. Я распоряжусь создать открытый, прозрачный реестр городской, соответственно, коммунальной собственности. Любой горожанин сможет понять значимость, цену, кому принадлежит тот или иной объект. Малые бизнесы предприниматели это главный драйвер и главный локомотив для харьковской экономики. У нас полтора миллиона населения. Полтора миллиона внутренних потребителей, которые все равно каждый день ходят в магазины. Харьковские магазины потребляют харьковские услуги. Я хочу ввести в городе принцип молчаливого согласия. Что это такое? Малый бизнес или предприниматель, который обращается в горосполком или в городской совет, если не получил срок обоснованный отказ, он может работать. Но принцип будет такой. Все, что не запрещено, разрешено. Кто-нибудь пытался понять, что будет после этих выборов? С этих выборов наш городской совет это не представители харьковчан, это политики. Это представители политических партий. Ну а соответственно исполком это чиновники и бюрократы. Я хочу заставить горожан, чтобы они поверили, что они наняли мэра на работу. Что они наняли депутатов городского совета на работу. Я обязательно сделаю совет лидеров, органов самоорганизации населения. Представитель ОСН будет подписывать объемы. Будет подпись представителя ОСН, подпись территориальной громады. Я дам распоряжение на оплату. Не будет, я ее не дам. Как голосуют сегодня депутаты? Я обязательно буду настаивать на поименном голосовании там, где вопросы касаются земли или денег, которые выделяются вот неважно на что. Кадровая политика должна быть прозрачной. На все без исключения должности открытые конкурсы. Я думаю, что я смогу использовать опыт и одесского губернатора, господина Саакашвили. Непрозрачности, умовства или телефонного права не будет. Не будет. Важнейший вопрос. Обратная связь с горожанами, обратная связь с харьковчанами. Сегодня ее нет. Я знаю, как это сделать очень просто. Одним из первых распоряжений будет введение процедуры городских петиций. Если эта петиция набирает 2-3 тысячи голосов, она автоматически выносится на заседание горисполкома или на заседание городского совета. Важнейшая вещь электронная мэрия. Мне очень нравится швейцарская модель, где в территориальной громаде, в которой проживают 10-12 тысяч человек, образно говоря, райцентр Харьковской области, проводится в год по 3-4-5 референдумов. Только референдум у них проводится в виде электронного опроса. Сам по себе референдум, ну мы считали, это 200-300 миллионов. А вот электронная мэрия позволит проводить электронные опросы по любым вопросам. Медицина. В городе старейший мединститут. У нас крутые врачи, а медицина совковая. Конкуренции нет. По-прежнему принцип Семашка. По-прежнему платят за количество коек, а не за количество вылеченных больных. Никто не смотрит на качество. Но пусть хорошие врачи объединяются и делают частные клиники, частные лаборатории. Обязательно любая частная инициатива врачей будет поддержана. Им будут даны льготы и приоритет при аренде или выкупе коммунальной собственности. И, конечно же, я буду настаивать на открытых и прозрачных конкурсах, на должности главных врачей и, может быть, их заместителей, для тех больниц, которые находятся в подчинении горздравотдела. То же самое со школами. Я хочу в корне изменить финансирование школ. Мне кажется, распределять деньги правильно не среди школ, а на каждого конкретного ученика. Для этого нужно сделать введение карты ученика. Это как лицевой счет, на который падают деньги городского бюджета, перечисляются. Каждый месяц. Но по какому принципу? Городская власть ведет рейтинг школ. Родители обязательно принимают при этом активное участие. Ну, конечно же, я обещаю, что такого стыдного явления, как массовка учителей при выходе на то или иное мероприятие, которым попахивает политика, этого не будет. Детские сады – то же самое. Огромная проблема. В городе катастрофически не хватает мест в детских садах. Я буду стимулировать и создавать выгодные условия для людей, чтобы они создавали частные детские сады. Так принято в мире. Сейчас важнейший пункт. Харькову нужен прорыв, новые идеи и, самое главное, деньги для их реализации. Я инициирую создание фонда городского развития, фонда развития Харькова. Я первый, как частное лицо, положу туда 10 миллионов гривен. Я бы, наверное, назвал этот проект «Харьковский стартап». Это площадка для молодежи, для инициативных, для креативных, которые знают, что нужно городу, но не имеют на это средства. Я ставлю перед собой задачу максимальной адаптации городской инфраструктуры для людей с ограниченными физическими возможностями. Это архиважно, это по-европейски. Сегодня тарифы на ЖКХ выросли, еще не все ощутили их тяжесть. Но несправедливые цены зависят не только от стоимости энергоносителей. Харьковчане переплачивают еще и за повышенные нормы потребления. Справедливое ценообразование будет лишь тогда, если обеспечить горожан внутридомовыми счетчиками на воду, на теплоноситель. Ну и, конечно же, я намерен ликвидировать ЖКХ как класс. Этот посредник на рынке коммунальных услуг не нужен. Именно с ЖКХ связывают максимальное количество непрозрачных схем, которые существуют сегодня в Харькове. Очень больная тема для горожан – это качество питьевой воды. Я уже забыл, когда я пил воду из-под крана. Если два десятка пробурить 700-метровых скважин, а именно этот горизонт является питьевым, и сделать бюветы – это решение. Решение достаточно быстрое, и оно стоит применяемых денег, которые можно найти в городском бюджете. Конечно же, сложно говорить о городском электротранспорте. Почему сложно? Потому что это очень взрослые деньги. Но когда речь идет о харьковских маршрутках – безопасность, комфорт и цена. Все. Я очень часто, я говорил, бываю в Европе, в некоторых городах меня поразила абсолютно простая вещь, к которой харьковчане склонны. Велосипеды. Для того, чтобы город был здоровым и европейским, веломаршруты, велопарковки – важнейшая и ключевая задача для меня, как для будущего мэра. Земельные вопросы. Я не знаю, сколько десятков тысяч земельных участков сегодня есть в городе, которые просто ждут своего хозяина. Я бы отдал эти пятачки за символическую цену при одном условии. Прогарантируй мне, пожалуйста, предприниматель, что через год, максимум полтора, здесь будет два, пять, семь рабочих мест. Поэтому будет создан обязательно единый консультационный центр по земельным вопросам. Все земельные участки, которые передаются в собственность или в аренду, будут проходить через открытые торги. И вспоминаем, что реестр коммунальной собственности открыт, значит, вся картинка будет понятна. Харьков – приграничный город, и раньше близость с Россией приносила выгоду, а теперь эта близость приносит тревогу. Но должны ли мы отвернуться от тех, кто сегодня в России в меньшинстве из-за, не знаю, как сказать, из-за массового безумия? Поверьте, там полно умных, талантливых людей. Они сегодня уезжают из России. Давайте попробуем забрать их с их мозгами, с их идеями, с их деньгами. Я обязательно обращусь к президенту, к правительству, чтобы в Харькове была специальная комиссия для таких потенциальных переселенцев. Надо максимально упростить им процедуру вида нажительства, а может быть и гражданства. Я уже говорил, мое сознание – седового, умудренного жизненным опытом человека, у которого есть история успеха. Мое сознание изменили волонтеры. На них реально держалась Украина. Я приглашу волонтеров и общественных активистов для участия в управлении городом. Буду просить их взять на себя общественный контроль деятельности департаментов горосполкома, деятельности коммунальных предприятий. Харьков будет открытым, Харьков будет честным, Харьков будет справедливым городом. Мы все будем гордиться новым Харьковом. Спасибо.